Значит, первый вопрос, вот 19 августа 91-го. Так, два слова о том, что тогда случилось, и что, где ты была в этот момент, что... Я скажу коротко, что я помню. Вопрос уже есть? Да. 91-й год ни в какой мере нас, таких уже людей, как я, не ошарашил. Потому что до 91-го года столько было всяких катаклизмов, и гражданская война, и революции, прочие, 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 разруха, голод. Вот, поэтому встретила я, например, как и некоторые товарищи, 91-й год, в недоумении. Первое, что мы включили телевизор утром, и вдруг, вместо последних известий, танец маленьких голубей. Ну что ж, это было приятно, видеть танец, но и тревожно, и непонятно, в чём дело, что с радио случилось. И только через некоторое время мы узнаём в отношении ГКЧП, что их арестовали, и там они остались в этом доме, где они заседали. А потом, что особенно поразило и испугало, это когда стали входить войска в Москву, вернее, не войска, а танки. А потом этот пушечный выстрел по зданию, это было грозно. Это испугало. А дальнейшие события, все шли, такое впечатление, что своим чередом, как я, так и некоторые товарищи мои, это воспринимали, ну, как показ по телевидению какого-то фильма. А особенной тревоги не вызвало. У таких стариков, как я, у молодых, да, им было трудно всё это воспринять, это тревожило, и в то же время желание было у них принять участие в этом деле. Мы же только лицезрели, а в результате, ну, успокоились и ждали конца, и дождались. Беспокоил момент, самое главное, это когда Форос собрались лететь, и одна сторона, и другая сторона. И что его могли там уничтожить, и так далее, это тревожило. Во-первых, потому что мы его в своё время приняли, когда он только начал выступать, очень тепло. И нам было очень жаль, что против него такой похода. А потом стала всё сложнее обстановка. Разбираться нам в этой обстановке было очень трудно. Ну, а в конечном счёте, это выступление Ельцина на машине на площади, где он обратился к народу и попросил прощения за то, что он не сумел уберечь сыновей матерей, у которых в этой стычке на площади погибли дети, сыновья. Это, пожалуй, было самое большое потрясение. А в отношении того, что привезли, когда из Фороса Горбачёва, это уже начались дебаты там, кто кого. И нас, уже прожжённых стариков, это не очень трогало. Потому что столько пережить всяких катаклизмов, что не удивишь. А катаклизмы были такие. Революция, гражданская война, страшное время, голодное, когда с вокзалов увозили трупы, прямо хоронили на кладбище, ни в грабах, ни как, а навалом. Об этом нам было известно. Это было страшно. Но мы были ещё молодые, тем более, конечно, и восприятие было более острое. А потом улицы Москвы оказались вся запруженная, воры, беспризорщины, бездельники, убийства, хаосы. Вот было, когда страшно. Поэтому мы, уже пережившие такую страсть, нас уже 91-й год не испугал. Мы знали, что до такого не дойдёт. А там дошло до того, что ведь крестьяне-то были беспраспортные. Во многих областях был страшный голод, засуха. Но их никуда не выпускали. Заблокировали. Они пытались уезжать оттуда, от голода, их не пускали. Они гибли сотнями и хоронили их сотнями. А потом получилось так же. Меня судьба свела. Я училась в педтехникуме. Там было отделение по работе с беспризорными. Я два года проучилась. Пошла на третий, как раз на этот курс. И в это время секретарь Косарев, он секретарь ЦК, Косарев по молодёжи был, собрал всех комсомольцев, желающих помочь беде, в смысле ликвидации и беспризорности, собрал всех у тебя в кабинете и сказал о том, что нужда в вас большая, помогите нам спасти поколение, которое пошло на выучку к бандитам. А возле Красной площади, там, где Иринские ворота были, там была стена кирпичная. Она внутри полая, очень вместительная. А в ней, там, вот эти беспризорные мужики, можно сказать, бандиты, устраивали себе квартиры, так называемые, и к себе привлекали очень молодёжь. Чем? Ну, поесть дадут, там, попить дадут. А главное, учили их воровать. Именно оттуда пришли домушники, форточники и вообще бандиты. И вот нам задача была такая, спасти эту мелкую бандитскую уже породу, начинающую от этих, от взрослых. Вместе с милицией лазили в эту самую кирпичную стену и оттуда забирали с трудом, правда, не без драки. Тем учителям не хотелось расставаться с ними, но мы, по возможности, их всех собирали. И в результате я попала в детский дом, где был 300 беспризорных, там моя была задача работать с ними. Но чечевичная похлёбка, рваная одежда, все это надолго ребят не задерживало. Но у нас это было в Павшине, под Москвой. Назывался детский дом как бы в насмешку. Сын Октябрьской революции. Вот теперь бы эту вещь разыграли бы иначе. Показали бы, что сделала революция с своими сынами. Голодные, холодные, разутые, раздетые. Но всё-таки там был какой-то им приют. И определённая часть людей, я не знаю, какая это определённая, я их не знаю, но тоже пошли навстречу и поняли, что надо спасать маленьких детей, чтобы они не были бандиты. выколачивали в правительстве продукты питания. В этом доме, в сыне Октябрьской революции, преподаватели и педагоги, воспитатели были на одном уровне с этими ребятами. Такие же голодные, но зато у них было преимущество. Знаете, какое желание, огромное желание, действительно, помочь этим ребятам выйти, как говорят, в люди. И мы помогали, как могли. Ну и в детском доме тоже коллектив такой был, слабенький довольно. У нас, например, в детском доме самой главной была тётя Мотя, повариха. Почему? Потому что она держала поварюшку, потому что она варила на кухне, и от неё многое очень зависело, сколько будет и как дадут. Ну вот. Значит, сейчас уже возвращаемся в 20-е годы. Вот твоя работа с беспризорниками. Можешь рассказать какой-нибудь эпизод, который тебе так вот остался сильно в памяти? Да не эпизод. Деталь. Например, как ты их привлекла на свою сторону спортом, да? Или что-то такое, им Ксюша говорила про лошадь, что-то такое. Ну, короче говоря, что мы сделали в детском доме, жили от 8 лет там такие, и постарше, и 15 были лет, и по 12, и всё. Ясно, что самыми главными это была кучка больших. Они командовали в детском доме, как хотели. И их слушались ребята больше, чем воспитатели. Нам нужно было привлечь на свою сторону вот эту вот группу людей. Когда мы договариваемся с Андреем, он был этот пионер-вожатый, отбираем 50 человек детей, едем на берег Москвы-реки. Берём с собой палатки, ложки, миски, ложки деревянные, миски оловянные, и скатерти какие? Примерно метров на 8 длины и метр, сантиметров 80 ширины. Это скатерть, самобранка. На неё ставили, на землю ложились, или садились, ставили миски. А когда туда приехали, мы одиноки, никого нет. Дали нам с собой пшена, немного, ещё чего-то из еды. Ну, варили кулеш, в основном пшённая и жидкая каша. Соли, правда, было достаточно, но голодно всегда было. Ребята всегда голодали. Перловую крупу давали. Потом, надо же, варить на костре, ходили в лес, собирали разные сухие ветки, чтобы быстро сварить. Однажды пошли, мы вернулись и с дровами, а уже дежурные, которые были выделены, уже сварили кулеш. Ну, странный запах у кулеша, привлекательный и вкусный очень. В чём дело? Когда стали есть, то поняли. Нам попадались мясо кусочки, гусиные там. В чём дело? Молча взяли ребята. Ребята знали уже, в чём дело. Мы делали вид, что не знаем. Забрали все эти миски, котёл и снесли на берег Москва-реки, туда, вниз. Всё это вымыли. А оказывается, когда гусей они этих двух поймали, щипать их стали здесь, прямо в воде. А Москва-река течёт, и все эти текут. Пёрышки и пух. До пушинки убрали. Но, несмотря на это, к нам пришли мужики на следующий вечер и сказали, что если вы отсюда не уберётесь, вам ноги вырвем. Объясни, откуда гуси? Потому что это ваша работа, у нас никогда не пропадала. А что нам делать? Ну, поняли, да. Собрались и пошли вниз по Волге, другое место искать. Нашли, взяли, поставили там, теперь там нашли лодку. А меня Бог не обидел знаниями по физкультуре. Я прекрасно гребла, с вышки прыгала. Я тогда чем занялась? А у ребят, особенно старших, к девчонкам отношение какое? Баба. Надо было сделать так, чтобы эта баба имела вес. Я попросила, сделали вышку. Лодку, значит, засмолили, весла были. И стала я с этой вышки прыгать. Совершенно не могла голову разбить напрочь. К счастью, что вышка была не очень высокая. Дно-то оказалось близко, так что головой-то я песок поняла, в чем дело. А грести ребят все хотели. Но поскольку они получали уроки-то от меня, уже слово бабы-то ко мне не подходило. Значит, я могла с ними не только разговаривать на равных, но где-то даже и превосходило. Теперь у нас кончается продукция. Ничего нету. Чего есть-то будем? Ну, в основном тут грибы пошли. Грибной суп, грибы отварные. Но ведь на одних грибах, знаешь, далеко не уедешь. А из детского дома к нам никто ничего не привозит. Уже пора. Как быть? А у нас надо поехать туда, в детский дом. На чем? У нас телеги нет. Беру на себя смелость. Седло было. Сажусь на лошадь. Никогда в жизни не ездила. Но когда села и поехала от лагеря, какая-то пара шла один и говорит, «Мужик, ты посмотри, какая выправка». Говорит, какая там выправка? Я от страха выпрямилась вся. И так гордо ехала. А когда отъехала, так кое-как плелась. Надо было через речку переехать. Она не захотела меня слушать. Лошадь. Тогда я спрыгнула с нее и повела ее под усы через речку. Там миль была. А сесть она мне на себя не дала сразу. Пришлось садиться, подвезла ее к какому-то пенушку. Все-таки забралась. Но самое опасное, надо было ехать через деревню. А в деревне и детский дом с собой враждовали страшно. Если кто кого встречал, тот того и бил, если в состоянии был. А меня вообще не считали там за дело. Потому что, ну что она мне, сарафан босиком, стриженная, тоже дедовская, можно и ей врезать. Я постаралась через эту деревню проскакать. Они меня, ребята, закидали камнями. Лошадь взъярелась и действительно поскакала. Но когда выехали за деревню, она как вкопанная становилась. А я через ее голову слетела на землю. Не сразу встала. Ну, тут немножечко полегче стало. Все-таки я привязала ее, влезла. И чтобы мне в детский дом въехать, а не войти с лошадью под усы. Это, знаете, ну, я не знаю, как называть в таком возрасте. По-видимому, гордость такая, да, не позволяла. Ну, вот. И когда я ее объехала, меня встретили там ребята, девчата прямо аплодисментами. Ага, я разнесла смолва, что Зина ездит верхом, что Зина на лодке, что Зина прыгает с вышки. И когда мы вернулись обратно в детский дом, когда кончилась наша лагерная эпопея, отношения другие были у мальчишек. А у меня была комната очень большая, и в ней стояла рояль. Или пианино, я сейчас не помню. А потом вдруг выявляется, что у нас многие, кто играет на балалай, кто на мандолине, кто на гитаре, стали ко мне приходить. И получился музыкальный кружок. И таким образом и дружба возникла, и доверие друг к другу. И стало легче на душе. А первый день, когда я дежурила в столовой, когда я только пришла на работу, меня встретили концертом. Большая комната, стоит стол, деревянные скамейки, у каждого человека ложка и миска. Они взяли ложки, начали по мискам дубасить, получился концерт. Я растерялась, что делать-то? Я несколько раз на них покрикивала, перестать, черт из два, еще громче. Тогда я пошла к тете Моте, к поварихе. Говорю, тетя Моте, что мне делать? Она говорит, а ничего не делай, но вот бери свою миску, я тебе налью побольше супа, садись на угол и ешь. А они пусть смотрят. Вот где воспитательница-то оказалась. Что я и сделала. И вдруг слышу разговор. Музыка затихла, разговор такой. Нет, ты посмотри, а сама-то жрет. Понимаешь, вот это слово жрет, оно меня просто отравило тогда. Я говорю, и вы будете жрать, если будете сидеть спокойно. Они уже уселись. Тогда тетя Моте зовет меня. Зина, скажи, пожалуйста, можно подавать? А подавать что? Кастрюли вот такие. На один конец, середину, на другой конец. А там дежурный, который разливает. А ребята орут. Вот что там можно? Конечно, можно. А тетя Моте говорит, это уж я не знаю. Как Зина скажет. Это она мою авторитет поддерживала. Какой там авторитет? В результате так и получилось. Я разрешила. Ребята пошли, взяли эти кастрюли, стали есть. Наелись. Теперь кончаются. Уходят из столовой целый гурьбой. А в мой адрес очень интересные эпитеты. Это до того, как я ездила с ними в лагерь. А уж потом-то у меня защитник был там кругом. Мне стало легко работать. Но, к сожалению, не закончила я там работу, как хотела. В жизни встретился человек, который позвал меня за собой. И я пошла. И шла за ним 60 лет. А комсомольские твои годы, что-нибудь о них можешь рассказать? Это и были комсомольские годы. И детский дом, это комсомольские годы. Отдельно каких-нибудь там вычурных делов. Я была не способна на это. Мне это не надо. Я не пробивалась руководителей. Мне даже в голову не приходило, что меня могут вдруг куда-то избрать. Правда, я была народным заседателем, была. Теперь выбирают их. А так к нам приехал, в комсомоль, приехал судья районный. И говорят, что ребята, давайте рекомендуйте, кого вы можете мне послать в народные заседатели. У ребят сложилось мнение такое, что надо меня послать. Но, между прочим, это он сам подсказал. Девке было уже 17 лет или 18, еще не было. Ну, короче говоря, была заседать. Ничего не понимала в этом деле. Не знала ни статей, ничего. Ну, посидела раза два. Потом сказала, не, это не мое и неинтересное. Потому что все больше бытовые дела. из комсомола я вышла, когда замуж вышла. Вскоре. Потому что у меня так складывалось. Или я буду только как комсомолка буду ходить на собрание, а потом вот, что постоянные разъезды с мужем, то в одном месте живем, то в другом, то Воронеж, то Калач, то Сталинград, то еще целый ряд каких-то, то просто степь, то просто лес. Какой рамк комсомол? Я на учет не встану, все равно исключат. Да мне не надо было это, мне уже было 20 лет. Весит комсомольский задор, все это уже. А потом пошло вот еще детвора, своя, Лена, Соня, Женя. А их-то в какое время? Во время войны надо было вытащить, во время эвакуации, где я жила с ними одна, без мужа, потому что наркомат выехал в эвакуацию в Саратов. Немцев прогнали от Москвы, они все вернулись туда, главки. А детей сказали не брать в Москву. Вот и жили, как хочешь. Вот два года и маялась, чтобы только сохранить их. Вставала утром, чем свет, чтобы занять очередь и купить хотя бы пайку такую вот хлеба белого ребятам. а только в одни руки дают. Мне нужно, допустим, четыре, но мне дают одну, в одни руки, если одну. Тогда я, когда вечером ложились спать, я их клала одетыми, а валенки стояли, обувь стояла рядом. рядом. И когда моя очередь уже вроде подходила, тогда они обувались и со мной бежали. И получали по куску куха, так он назывался. Это тоже ничего не помнит, что ей было-то. Ты в революцию верила? Вот когда она случилась, как ты к ней отнеслась? А я тебе скажу, у нас ее не было, в поселке, где мы жили. Это подмосковные деревни там, там не было. Там вот что страшное было, о чем я забыла сказать. Раскулачивание. Вот это я видела своими глазами, как выгоняли из домов, как забирали все до тряпочки, даже детские фарточки и в магазине развешивали на продажу. Короче говоря, это в 30-м году было. Это 30-й, мамочка, я тебя перебью. А? Я перебью. После революции ее не было у вас в поселке, но ты лично, чуть позже, как к ней относилась? Как ты ее воспринимала? Революция это была хорошо или плохо? Поскольку она ничего нам не дала хорошего, не было такого ощущения, что это хорошо. А когда ты стала комсомолкой? Все равно. Плохо, но плохо не потому, что революция, а потому, что мы хотели, даже песни пели. Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем. потому, что нас так воспитали, виноваты во всем буржуазия, богатея. Вот, поэтому вынужденная революция была. А мы были согласны, значит, нужно. А у молодежи это, как говорится, устаканилось сразу. А потом, слушайте, лозунги бесконечные, выступления, особенно старались к молодежи поближе. А ведь молодежь очень легко завоевать. Если оратор обладает способностью, страстью такой, умеет воспламенить других, а таких немало находилось, причем не купленных, не продажных, а верующих. А ведь вера, она всегда обязательно передается другому, если она искренняя. Лейш, открылунто. Ну ты, мама, они все-таки находят четкий ответ. Погромче. Ты как относилась к революции? Ты в это верила, в эти идеалы? Абсолютно. С головой, и с ногами, и с потрохами. Верила? Да. Абсолютно. Иначе не мыслила даже и жить. Кикоза. И как ты думала тогда, что это должно с собой принести, что такое революция, что за ней последует? А это долой-долой буржуев и все. А дальше последует райская жизнь. Мы их всех прогоним, понимаешь? Вот я тебе говорю, мировой пожар раздуем, да, вот, а буржуев уничтожим не физически, а все у них заберем. Вот и все. А то, что это у него, допустим. И нам говорили о том, что и в этом самое страшное было кулачество. Если только крестьянин в деревне не имеет ни одну корову, а две, если он хороший хозяин, если у него неразбитые хаты, если все прибрано, и есть там поросенок не один, а два, он уже кто? Он буржуй, он кулак. Значит, нужно что, и раскулачить его, и послать в этих товарных вагонах куда? А это Сталину надо было, ему рабочая сила нужна была. Раскулачивали и в лагеря, и на новые поселения, и чтобы они не возникали. И считалось, что если выбирают представителей сельсовета, нужно, чтобы он был бедняк, чтобы он ходил почти без этих самых, и чтобы у него на веревочках были какие-нибудь лапти. Вот тогда он по идее был. Но это уже начало, знаете, уже подальше, подальше, стала уже и голова работать. Есть вещи, которые их вот особенно интересуют. мнение твое сейчас, в данном случае. Значит, если в какой-то момент в начале ты и другие верили, что революция это хорошо, а потом получилось все совсем не так. Вот что, в чем была нестыковка, что было не так, в чем была ловушка? Почему все-таки все пошло не так, если революция вроде вещь хорошая? Дело в том, что мы понимали революцию, что она уравняет всех, нам внушали, да? Все будут одинаково хорошо жить. И мы в это верили. Вот и все. А проходит постепенно время, мы видим, что ничего этого нет, что мы только хуже и хуже живем. А почему? А это мы, знаешь, что таких вопросов в себе не задавали. Даже как не задавали, уже будут часты реками. Что, совсем не так давно, каких-то двадцать лет, пятнадцать, когда нужно было вставать в очередь за куском мяса, которое тебе выбросят не из-за прилавка, а клетка и дырка. А тут, значит, эти самые мясорубы взвесят, выкинут, а очередь стоит. Берите, кто хочет. Значит, кто смел, тот и съел. А люди неспособные дотянуться до этого окошка. Оставались и уходили. Что там революция? Революция, после революции много наделали делов. По-моему, хуже революции тысячу раз это разделение союза. на кусочки. Разделили на кусочки и съели, и не подавились. А у всех людей уже в горле встало, потому что уже поняли тогда. Обсуждают, какой вопрос еще задать? Это не очень заковыристый. Нет. Вот, Пьеру хотел бы знать, как ты воспринимала вот этот сталинский террор в те годы, в 30-е годы, когда начались репрессии. Как ты это чувствовала? Что ты чувствовала? Чувствовала, потому что родственники мужа проездом через Москву проездом через Москву уезжали из городов, где жили. Я уже была в зрелом виде. А что там, собственно говоря, как я воспринимала? Как я должна была воспринять, что однажды мужа направили в счет 25 тысяч для того, чтобы сделать из них, чтобы они поехали потом в село и сделали там рабочий класс? И туда, понимаешь, помогли им быть как рабочие, а то они лишь отсталые, а рабочие считают передовыми. Вот и поехали туда. Поехали мы с ним на курсы животноводов, потом направили в Сталинград, в совхоз, потом направили в Воронеж, могли направлять как хотят. Как им вздумалось, где-то надо, послали его в Воронеж. Приезжают в Воронеж, посылают бобров, там совхоз. Он развалился наполовину, там уже трех директоров арестовали за халатность. А он молодой еще, ему всего там 25 лет было. Молодой, вынес здоровый, и послали его туда. А он не один, а я у него, да еще Елена маленькая, да, поехали. Приехали туда, он маялся, маялся, там доставал эти кормушки, чтобы не сдохли эти короллы. А один раз прихожу, захожу в контору газету «Правда», а в «Правде» написано снять с работы и отдать под суд директоров, совхозов, таких-то, таких-то, таких-то и фамилий сказано. Отпись подпись и «Сталин». Это значит крышка рассталинской подпись. Так удалось к счастью, потому что не только Сталин там сказал и сделали, кто-то делает, а кто-то нет. В каком это было году? Сейчас скажу, в 32-м, начало 33-го у меня случилось так, что среди бобровских МВДшников оказались знакомые. Понимаешь? И однажды приезжает один из этих знакомых туда, где мы были в совхозе. Ну, думаю, все, крышка. Приехали за мужем. Он мне говорит, не бойся, не все решает Москва. Понимаешь? Ну, для меня загадочные слова. Я не знаю, что он этим хочет сказать. Ну, короче говоря, он побывал в конторе, поговорил с рабочими там, и уехал. И вдруг директора, который дают под суд, назначает... А тут как раз настал момент, ведь совхозы были огромные, и поэтому трудно было ими управлять. И вдруг пришли, значит, мысли, что надо их разукрупнить, сделать небольшими эти совхозы. и надо послать туда людей заняться этим разукрупнением. Посылают и в том числе моего мужа, который под судом находится, под следствием. Понимаешь? Вот. Ну, раз муж под следствием, значит, надо судить. Вот он сначала был членом комиссии по разукрупнению, в общем, фигура уже, знаешь, достойная. А тут позначают суд. Что будет, не знаешь, да? А суд такой был. Снять с работы и определить принудительные работы шесть месяцев с вычетом зарплаты. Это было нечто невероятное. Мы оттуда и уехали. Таким образом, никуда он не попал, ни в какой лагерь, ни под расстрел, никуда. Вот так бывает. А, тут много чего было. Как все это вобрать в свою голову. Оставалось только то в голове, что очень сильно поражало. Понимаешь? Да и так в жизни есть. Есть люди твердые, неэмоциональные, им легче, а я несчастный человек в этом отношении. Понимаешь? У меня эмоции преобладают. В нашей голове отценивалось так, что у Сталина задача есть сделать мировой коммунизм. Вот и все. А репрессии зачем? А репрессии людей, которые возникают против его каких-то решений, постановлений, их лагеря. Но это пользовались многие вот эти проходинцы, которые окружали Сталина его именем. Он не мог про каждого сказать, что вот Пикман Александр Борисович, он враг народа, его надо посадить. Он делал через других людей. Например, муж подчиняется Воронежу. В Воронеж подчиняется обладающим областной город области и Москве. И вот через вот это вот постановление, которое было написано снять с работы и отдать под суд, эта подпись была Сталина, потому что он заранее давал подпись. Вы решайте, кого там надо убрать, а я вам гарантирую подпись. Он, конечно, никого не знал. Ему давали списки, а он давал им добро. Мы старались тут и счеты сводить. Понимаешь? Но в результате все, кто рыл яму обыкновенным таким вот людям, сами попали в эту яму. Того же Варейки, секретаря обкома партии Воронежской области. его сняли работу и расстреляли. И вот и сделали неверующих. Никто никому не верит. Начальство не верит и власти не верят. Обманут. скажут так, а сделают по-другому. Найдут всегда другие слова, а в результате вот и получается у нас такая жизнь. Ну, что это такое рабочие получают три тысячи на заводе каждый день с утра до вечера. Или ветераны уже прожили столько лет, столько наработали, столько их использовали в работе. Дать им пенсию в месяц полтора тысячи от сколько это 15 или 25 50 долларов. 50 долларов. Вот. Попробуй на них проживись семьёй, если тем более. Вы тогда, значит, верили, что революция это хорошо, да? Тогда да. С другой стороны, ты говоришь, что потом пришлось прожить трагическую жизнь. Какая связь между этим? Это я сейчас говорю, то, что я понимаю, что мы прожили трагическую жизнь, трагическую, но мы не понимали, что живём в болоте. В этом секрет. Тогда. Тогда мы так думали, мы тогда были так воспитаны. Потом ведь всё-таки ребёнок вот такой, потом становится такой, ещё побольше. Он разума набирается. Так и мы набирались разума. И уже могли думать, раскладывать по полочкам. Хоть может не очень удачно, но всё-таки уже понимали, что попали в капкан. Что наделали беду эти кулинары. Разрезали целую страну огромную сильную, способную себя защитить со всех сторон. Отрезали кусками и каждый кусок кинули. Возьмите сколько хотите. Ну, кто хотел, набрал. А в результате получилась целая кучка, целая плеяда президентов, чиновников всяких и прочих, и прочих, и прочих. И каждый старается урвать этот кусок, где только возможно. Если раньше одно правительство было, допустим, пусть оно какое бы не было, оно брало, а тут образовалось такое количество правительств, что каждый тянет к себе. Ничего удивительного нет, что мы так плохо жили. Да и живём сейчас невольно хорошо, мягко говоря. И если бы союз не разорвали, это была бы страна большая, уверенная, что и мы бы жили иначе, не доходили до пищи, до таких вот нищенских пенсий, когда тебе дадут полторы тысячи, да ещё с тебя возьмут за квартиру, за газ, за отопление, за всё, и ты живи, как хочешь. На самом деле, кто развалил союз? В общем-то, это Ельцин? Так ведь? Он не один. Не один. Троица была в Беловежской пуще, собрались и решили. А поскольку власть-то довольно-таки крепкая у них, сумели сагитировать окружающих. А когда это произошло, ты это понимала, что происходит, что происходит развал союза? То есть, а что-то не понимать. Я вижу, когда пирог у меня вот такой, а его режут. Ну, это с самого начала было страшно или нет? С самого. Не только страшно. Не хотелось терять своё могущество. Понимаешь? И гордость за свою страну. Что мы страна какая огромная, таких больше нет. Можем себя вместить и Финляндию, и ещё целый ряд стран. Вот нас так воспитывали в своё время, да? А потом вдруг сразу захотели стать такими, как финны. Маленькие. Что такое Россия? Советский Союз звучало Россия. А ты помнишь, когда поменяли вот флаг на Кремле, когда флаг уже был не советский, а российский? Это было в декабре 21-го года. Ты не помнишь этот момент? Нет. Я даже скажу больше. Не сразу это дошло, что меняется флаг. рассматривали так, что это люди, которые, определенные люди, которые всё это затеяли, и сейчас они играют как в игрушке. То один флаг, то другой флаг. Мы не понимали это значение его. Ну, флаг и флаг. Привыкли мы к тому, что флаг красный. Привыкли мы к тому, что Советский Союз огромная страна. Флаг красный ободрали, пытались снять как раз по-разному его делать. Ну, Советский Союз, это надо, надо было, даже страшно подумать, когда мы поняли, в чем дело. Так и поняли, насколько обнищало Россию-то. Все забрали у нее, буквально. И газ, и нефть, и плодородные земли, и реки. В общем, короче говоря, Россию ободрали. Советский Союз, по крайней мере. А теперь, ну что, в Советском Союзе, сколько у нас их уже сейчас республик, я забыла. Было 16 южных республик, теперь, не знаю, 17 или 18. Ну, короче говоря, везде сидит президент, везде заместители, везде чиновники, везде отделы, и везде всем дай, 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 ну где ж тут хватит на всех-то? Потому что уже что пошло? И вы сами знаете, что все эти лица, которые шли, и хотелось быть президентами, а что они имеют? Огромные богатства и за границей, и дачей, и все на свете, и залезают куда? Теперь воспользовались этим случаем, случай чего случится в России, они все махнут туда, и там будут жить и блаженствовать. С таким вот настроением сейчас живем, и они одна. Уверяю вас, что это я говорю не только свои мысли, это мы обсуждаем очень часто и приходим в отчаяние. Что же мы наделали? А кто нас спросил? Вот в том-то и дело, что нас никто не спросил, согласны ли мы на то, чтобы Советский Союз разделить на части. Ну как же, если все говорили раньше о том, что мы интернационалисты, а тут разделили, тут Татарстан, тут Узбекистан, тут еще целый ряд станов. Значит, к чему мы вернулись? Мы раньше даже при царе, вот я помню эти годы, никогда не говорили о том, что это татарин, а это какой-то там узбек или кто, ничего, все жили вместе, а уж тут, когда разделили Советский Союз, тут разграничили, ты татарин, а ты русский, а ты узбек, должен это понимать, а русский самый, 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 бедный и несчастный, в том числе мы ребром в отношении законности с вашей стороны, а я вам вот что скажу, во-первых, мы не такой были уже законники, а в основном поддавались эмоциям, вот вам пожалуйста, первое время мы были в ужасе от того, что образовалась такая группа, что хочет нарушить мирные состояния страны, незаконно, поэтому были на стороне Ельцина, хотя тоже незаконно, он не должен был стрелять, по крайней мере приказа такого отдавать, кто из них больше беззаконен, я бы сказала, и те и другие, вот такое было ощущение, потому что в отношении законно у нас среди населения очень слабое, слабенькое, кто знал в политике законность и когда незаконность, нам было трудно определить, и сейчас мне трудно определить, тем более сейчас, потому что эта законность и беззаконие меня уже голову давно свернуло, я растерялась, не знаю, где законно, где беззаконие. Когда утром мы встали, включили телевизор, увидели танец маленьких лебедей, приятное зрелище, но почувствовали, что радио молчит, время-то о времени этой речи, значит, что-то случилось, и узнаем по слухам потом радио о том, что там собралась группа людей, которые которые намерены сделать переворот. А что я делала, Жень? Ну, что я могла делать в то время? Конечно, без конца слушала радио, телевизор смотрела, и попутно домашние дела. Это я была уже старенькая, мне было 82, и все сосредоточить, все внимание, понять, что же там делается на улице, мне было сложно, но телевизор мне все-таки помогал. И пришла я к выводу о том, что идет борьба за власть, уж как она пойдет, не знаю, возможно, мы уже попробовали эту борьбу за власть, может, нам будет очень-очень плохо. Этого мы боялись, потому что мы нахлебались в волю всего плохого. Еще раз про этот день в августе 91-го года. Вот, когда ты пошла вроде бы за пенсией, а на самом деле пошла расклеивать листовки, расскажи еще раз, чуть подробнее. А что подробнее? Где взяла листовки, где клеила? Милая моя, ты хочешь, чтобы я такую мелочь тогда помнила, когда человек взбодоражен, когда он эмоционально уже весь, понимаешь ли, горит, что творится что-то необычайное, что нужно, как говорится, спасать. Это что, и будешь раздумывать, какое у тебя настроение, какое состояние, это надо, сказали, что это надо сделать, для того, чтобы людям дать возможность прочитать, что творится. А дальше, дальше я не знаю. И что ты сделала? Где ты их клеила? Куда у тебя в ночи, когда у тебя вышла? И вы отбросили и отбросили и отбросили и отбросили. И вы вот рассказывали. Почту, телеграф, магазины. В основном вот куда клеили. А в подъездах? В подъездах это само собой. Но только я не одна была. У меня было вот почту, телеграф, магазины. Это мое. А остальные там, где хотели, там клеили. Люди подходили, читали. А на почту все время люди идут. Магазины без конца. Даже на простую бумажку и то обращают внимание. А тут была довольно-таки значительная листовка. Такая вот примерно. А ты не помнишь, что там было написано? Дословно не помню. Ну, с общим смыслом. Жень, если помнишь, не вспомнишь, значит, общий смысл. Общий смысл, что мы в опасности. Это общий смысл. Вот и все. это так можно сказать. А вы такие дети еще, господи. смыслы. Это его латин или яйцин. Но мы в опасности. Кто нам угрожает? Кто? От кого опасность исходит? От путчистов или от другой стороны? Да нет. Внимание было, помню, очень хорошо слово слово и знак восклицательный. ГКЧП. Дальше должно быть, я не знаю, было или нет, две точки, мы в опасности. Опасность какая была? Мы уже хлебнули ведь во время гражданской войны, во время войны, разрухи, голод, все, и может опять случиться это же самое. Правда, 82 года, это уже не больно волнует. Это когда вы расследите, понимаете, уже за них ты не отвечаешь. Мама, ну вот когда был путч, да, в 91-м году, опять-таки, не приходило в голову тебе, например, что путчисты, наоборот, хотели спасти Советский Союз от развала, вот чтобы не произошло разделение, что они именно поэтому выступили? А, у меня это в голове не уселось, мне никто об этом не говорил. Это потом они путчисты могли говорить о том, что они хотели. А до этого было известно одно, что они должны свергнуть власть и восстановить другую, а что они сделают, когда будут у власти, было непонятно. Да. А мы уже, я говорю, знаем, каждая власть приходила и говорила, мы сделаем вам хорошо. И после каждой власти, после каждой смены все опять хорошо. Кому-то, кто ухватил кусок от власти, тому хорошо. Вот так. Как, по-твоему, Горбачев совершил какие-то ошибки? Почему вот такое произошло? Произошло ГКЧП? Это результат каких-то ошибок Горбачева? По-моему, Горбачев слишком мякок. Слишком мякок. Легко поддается видно другим мнениям. и вокруг него, когда создавался этот очаг, который мог взорвать все, он им доверял. Зачем он взял это, сейчас скажу, из Ленинграда себе помощником фамилия его, господи, какая. Только что вертел за голове и уже она у меня исчезла. Взял на подкрепление, вроде, да? А тот то и оказался самый главный подкрепляющий под него. Понимаешь? Причем у меня, например, к нему и у многих было страшное презрение, потому что он и брался за это дело, понимаешь? Ему и хочется, наверное, и хотелось быть, может, генсеком или президентом. Но у него руки дрожали. Сидел за столом в руке и пальцы вот так вот у него вот так перепугался насмерть. А что будет? Многие из них сумели не освободиться от этого. и главное, что они не совсем уверены были в том, что идут. Но было сомнение, почему они, когда прилетели к Михаилу Сергеевичу Горбачеву в Форос, там было заблокировано все, с моря корабли, пароходы, тут везде охрана. Почему они прошли к нему, их пропустили, охрану к нему прямо. И он с ними вел беседу. И даже были такие слухи, что он их просто выругал. Они ничего ему не сделали. Потом прилетел уже направленный Ельцином самолет, чтобы их оттуда забрать. Там много чего темного, неясного до сих пор. До сих пор неясно. Это потом, когда пройдут года, понимаете, 10, 20, 30 лет, тогда историки достанут архивы и найдут причины. Уж все же в госхране все же прячется. Если нам иногда говорят, что обнародовали вот то-то, то-то. Не до конца. у них есть такое впечатление, ну, не только лично у них, а вообще на Западе и у многих людей, что Горбачев был в курсе того, что задумали гокочеписты. Вот правильное это впечатление или нет? Что он хотел, чтобы они попробовали, сделали, чтобы посмотреть, чем дело кончится? Вот это у нас твердо-твердо было в уме потом. Почему твердо было? Потому что в печати уже кое-где появлялись независимые разные и листовки, и все, и даже не только листовки, а просто в газетах было о том, что очень сомнительно поведение Горбачева, что он пропустил через охрану к себе людей этих. Зачем? Значит, он с ними связан. То же самое сложилось и у Ельцина, по-видимому, понимаешь? Потому что, когда эти гокочеписты полетели, то следом за ними тут же самолет от Ельцина, чтобы они не взяли Горбачева. А Горбачев, да, очень возможно, он такой скользкий человек. Это он теперь такой миленький, посмотреть на него. Хорошенький. А что, почему же он их впустил, но знал о том, что они вершат переворот? Чего же он их впустил-то? Ну, они не сумели это сделать. Вот и все. А сказать об этом прямо, что им дал эту идею Горбачев, они не решались. Потому что после этого вообще-то не появляется на свете засадят. вы сейчас растревожили у меня душу, как все равно бури и пчел. я давно произношу слова, что не хочу жить в этой стране. Раньше я это говорила робко про себя, а потом стал и Ромка говорить. Не хочу я в этой стране жить. Ничего в ней нет. Мораль, нравственность, все это понятия какие-то странные, непонятливые вернее слова. было в свое время, во время гражданской войны, грать награбленные. Лозунг был такой, то есть для варья он был подходящий. А мы сейчас переходим на эти позиции. Из общей кошелки крадут, потому что считают, что это награбленные. еще хорохоримся. Не знаю, есть такое сомнительное предположение о том, что Путин все это понимает и будет делать какие-то шаги к тому, чтобы влучшить жизнь населения. Население не я, я имею ввиду не отдельных городов и селых. Но он молчит. и мы собственно говоря он очень неоткрытый и мы не знаем что он делать будет. конечно у него разные прихлебатели они будут хвалить, 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 находить достоинства. Откуда мы знаем? Нам всегда хвалили, находили достоинства. а в конечном счете оказались эти достоинства получались недостатками. Все равно мы живем как все равно во мраке. Мы не знаем что будет завтра. Мы не знаем открыто так как должно быть правительство если оно доверительно относится к людям, к населению успокоить его открыто выступить своей концепцией в ней не хочется употреблять это слово слишком оно грамотное своим планами. Что он думает делать в ближайшее время для того чтобы людям было полегче. Вот что людям надо а все эти грамотные хорошо отшлифованные речи разговоры это не доходит до сердца. Нет 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 А он как раз и мораль и нравственность очень зависит от материального состояния общества и отдельно каждого человека. Скажи пожалуйста если он сыт а будет одет на черт ему воровать то он не будет он займется другими делами он сходит в театр он сходит в аптим куда куда нибудь на выставку и так далее понимаете в оперу пошел бы и остается невежественным человеком потому что все мысли сосредоточены кусок хлеба а у богатеев и у воров у них другие конечно планы им нужны богатые вещи квартиры богатые шубы машины вот что им надо у нас интерес расходится нет 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 Продолжение следует...